Привет, девчата! С вами Наталья Страдукцева. Я вас приветствую на своем канале. И сегодня я выкладываю запись прямого эфира, который я проводила в Инстаграм пару дней назад. Интересный получился живой такой эфир. Тема была летний уход за кожей лица. Я дала 6 простых шагов по уходу, как мы можем в домашних условиях укаживать летом за нашей кожей. Что же нужно делать именно летом? И чем отличается летний уход от ухода в любой другой сезон? Поэтому смотрите запись, оставляйте свои комментарии, чем вы пользуетесь летом, что нового узнали для себя. В общем, оставляйте, делитесь своими впечатлениями в комментариях. Подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока! Смотрите прямой эфир в записи. Добрый день, друзья! Я приветствую вас в своем прямом эфире. Подождем еще, кто присоединится, чтобы они не потеряли интересную информацию, тему, которая у меня будет сегодня в прямом эфире, чтобы они тоже могли услышать. Потому что информация важная, актуальная информация будет сегодня, информация для девчат. Для девчат, потому что это будет касаться красоты. Красоты ухода за лицом. Поэтому ждем-ждем, когда присоединятся прекрасная половина нашего человечества. Ну, давайте начнем тогда. Кто меня не знает, меня зовут Наталья Стародубцева. Я бьюти-эксперт по продукции. Я создаю комплексные программы по уходу за кожей лица, согласно, с учетом индивидуальных потребностей той или иной кожи, которая у человека на сегодняшний момент. Напишите в чате, с какого города вы. Посмотрим нашу географию. А я буду продолжать. Итак, тема нашего сегодняшнего прямого эфира – это будет летний уход за кожей лица. Информация очень актуальная. Сейчас на дворе у нас лето, разгар, июль. И во многих регионах жара, настоящая жара. Поэтому посмотрим, как же нужно ухаживать за своей кожей в летнее время. Летний уход должен быть ежедневным и максимально увлажняющим. То есть он как бы само лето, сам сезон, он вносит свои коррективы в уход. То есть у нас жаркое солнце, палящее, это воздействует на кожу. Поэтому максимально должно быть увлажнение и очищение. Вот два основных критерия, которые необходимы для ухода в летнее время за кожей. Первое, с чего мы начинаем уход, это, конечно же, с очищения. Кожу необходимо очищать. Убираем мёртвые клеточки с неё. Начинаем очищение. Водой пользуемся комнатной температуры. То есть она должна быть у нас комнатной температуры. Не горячая, не холодная, а именно комнатной температуры. Если мы будем пользоваться горячей водой, да, умываться горячей водой, Что произойдёт с кожей? Мы нарушаем вот такую, знаете, жировую защиту кожи. У каждой нашей кожи есть жировая защита. Так вот, когда мы горячей водой на неё воздействуем, мы как раз-таки и нарушаем эту защиту для кожи. Если мы будем пользоваться с вами только холодной водой, умываться, то мы потеряем эластичность кожи. То есть она станет такая вот грубая, знаете, как заветренная. Потеряется эластичность. Поэтому умываемся мы всегда с вами тёплой водичкой комнатной температуры, чтобы она действительно была для кожи полезна. Очищаем лицо. Ни в коем случае не мылом. Я прекрасно знаю, что даже сейчас в современном мире, когда столько бьюти-средств есть для очищения, для демакияжа лица, но всё равно находятся девушки, кто пользуется мылом. Ни в коем случае нельзя пользоваться мылом, умываться. Если уж как бы совсем хотите что-то такое, сейчас есть гели для умывания. Летом предпочтительно, например, пенкой умываться. У нас в компании Биоси есть прекрасная пеночка. Пенка для умывания. Органическая вода лаванды. И 98% она натуральная. Пеночка, она уже, не надо её не вспалкивать, ничего. Она уже вот так вот выходит. Видите, пеночка. То есть мы свободно наносим на лицо и умываемся. Умываемся. Для глубокого очищения, чтобы нам глубоко очистить поры, убрать мёртвые частички с кожи, мы пользуемся скрабами. Да, скрабами. Один-два раза в неделю мы используем скрабы для лица. Вот у нас, мне нравится у нас в компании, есть вот такое прекрасное средство от Джафры. Это ночное очищающее средство. Очищает поры для кожи. Используем только на ночево. И что мне нравится, знаете, у меня кожа жирная. В принципе, любая кожа летом, она начинает больше выделять кожного, ну как бы сала, да, жира. Даже самая сухая кожа, она слегка становится чуть-чуть жирноватой. Это нормальный, естественный процесс. Для лета кожа так реагирует на солнце. То есть у неё повышается защита, она больше выделяет кожного сала. И вот, чтобы поры не забивались, мне нравится вот этот вот кремик очищающий. А он ещё и действует как эксфолиант. То есть я заменяю им скраб. Вот если вы пользуетесь вот таким кремиком, как у нас вот, например, Джафра, да, он эксфолиант. То есть крем и он двойного действия. То есть он очищает поры на лице и отшелушивает мёртвые частички. Бережно отшелушивает мёртвые частички, не травмируя кожу. А если у скраба, например, есть крупные микрочастички, да, которые воздействуют на кожу, когда мы им пользуемся, то здесь очень бережное очищение и мне нравится. А я его в летний период чередую через день. Через день. И я уже в этот момент не пользуюсь скрабом дополнительно. Ни в коем случае, если вы пользуетесь кремом-эксфолиантом, то ни в коем случае в этот момент не пользуемся скрабом. Не нарушаем кожу, не деформируем её. Поэтому, если нет крема-эксфолианта, один-два раза в неделю мы пользуемся с вами скрабом. Глубоко очищаем кожу, очищаем поры, убираем мёртвые частички с кожи. После такого вот очищения, когда вы очистили лицо, не стоит сразу наносить крем на лицо. Дайте коже подышать. Коже тоже нужно дышать, потому что она вот как бы всегда у нас под такой маской находится, да, либо из крема, либо с макияжем, поэтому в течение 30 минут дайте коже подышать. Не наносите крем, пусть она надышится. Если бывает такой момент, так скажем, чувство стянутости, да, когда не нанесли на кожу крем, и получается чувство стянутости. Чтобы не было вот такого чувства, пользуйтесь гидролатами. Либо, как вот, я их по привычке называю гидролатами, мне они как бы ближе вот заходят, когда кто-то говорит про гидролат, я сразу понимаю, для чего вообще это средство. У нас это называется увлажняющий спрей с аминокислотами морских водорослей. Состав у него 98,65% натуральный. Мы им опрыскиваем лицо. Да, я, например, вот, когда умоюсь, сделаю демакияж, я наношу сначала, вот у меня такой есть увлажняющий лосьончик из серии Биоси Перфекцион, и сверху этого лосьона тоника я сбрызгиваю вот этим гидролатом, чтобы удержать увлажнение в своей коже. А летом особенно нужно увлажнение для кожи, поэтому мы не забываем. Что мы делаем? Мы берем этот спрей на расстоянии 30 сантиметров и опрыскиваем свое лицо. Все, никакого чувства стянутости у вас не будет уже на лице. А вот влага, которая попадает на кожу, как раз-таки она будет задерживаться и вот покрывается такой незаметной пленочкой и будет удерживать вот эту влагу, что очень благородно сказывается на состоянии кожи. И этот же спрей мы берем с собой в сумочке. Объем у него 150 миллилитров. Если жара, и на жаре у нас кожа точно так же себя дискомфортно чувствует, да, потому что кожа, солнце у нее забирает часть влаги. И что мы делаем? Как только мы почувствовали дискомфорт на улице, что нам увлажнения на коже не хватило, берем вот этот спрей, гидролат, и опрыскиваем свое лицо. Все, то есть, как я и говорила в начале нашего с вами эфира, увлажнение кожи прежде всего. Огромное увлажнение это летом идет. Что? Следующее у нас. Что еще мы берем с собой на улицу? Для очищения берем салфеточки. Можете влажные салфетки брать, очищать кожу лица. Можете пользоваться бумажными. Есть сейчас, продаются различные матирующие бумажные салфетки. Они очень удобные, они маленького формата. И когда вы заметили, что у вас лицо начинает как-то блестеть, да, более повысилась жирность на солнце, берите салфеточку и промокните лицо. Не растирая, а просто промокните, задевая вот этой салфеточкой. И все, не наносите тонну слоя пудры на лицо, а пользуйтесь салфеточками. Либо влажными салфетками для лица, либо матирующими для лица пользуемся. Следующий шаг у нас идет. Это защита кожи. То есть, когда мы кожу очистили с вами, да, утром, проснулись, очистили ее, и обязательно очищаем каждое утро. То же самое, как и вечером. Многие говорят, что зачем я буду очищать утром кожу, когда я проснулся, она у меня чистая и хорошая. Но, друзья мои, я сейчас скажу, может быть, грубую такую вещь, но чтобы до вас это дошло, что утром, как и вечером, необходимо кожу очищать. И очищать с помощью, я, например, очищаю с помощью вот этой пеночки, которая у нас есть в Биоси. Прекрасная пеночка на органической лавандовой водичке. Утром проснулась, да, я точно так же сплю без макияжа. Я утром просыпаюсь, первым делом, любой человек, когда просыпается утром, что он делает? Вот что он делает, когда? Он не идет умываться, а он идет нужду свою справлять. Он очищает свой организм, потому что вот он спал-спал, организм у нас ночью работает, и когда мы утром просыпаемся, мы что делать хотим? Мы бежим в туалет, понимаете, мы очищаем организм. Это нормальное состояние, это нормальная жизненная составляющая любого человека. Поэтому кожу точно так же мы должны очистить утром. И не нужно говорить, что я утром просыпаюсь, у меня ничего нет. У вас есть кожа, она у нас работает точно так же 24 часа в сутки. У нас появляются и мертвые частички на коже. И крем, который был у нас ночной крем, нам нужно его убрать с лица, подготовить лицо к нанесению дневного крема. Поэтому очищение, очищение, очищение. Проснулись утром, точно так же пеночкой очистили лицо, и только потом уже берем, например, увлажняющий лосьон, лосьон, тоник. И, как я уже говорила, закрепляем этот результат. Мы с вами закрепляем увлажняющим спреем. И только после вот этих всех процедур мы наносим с вами уже крем. Также после вот этих процедур, когда вы уже нанесли и крем, и все, нам нужно лицо защитить. Когда мы выходим на улицу, наше лицо подвергается воздействию, во-первых, пыли, окружает нас пыль, грязь, солнце. И чтобы вот этого не происходило, нам нужно нашу кожу защитить. Что мы делаем? Мы либо пользуемся пудрой, но пудру выбираем в этом случае, потому что у нас лето, пудру мы с вами выбираем легкую, такую рассыпчатую, как вуалька. Вот она вуалькой покрывает лицо и все. Это защита. Но прежде чем нанести пудру, и когда вы точно знаете, что вот у вас жарко, и у вас солнце, вообще, конечно, в идеале использовать кремы с солнцезащитным фактором. Но если такового нет, вот, например, у нас в компании кремы, нигде вот на них не написано, что они содержат СПФ-фильтр, потому что это натуральная косметика, и у нас нету синтетического фильтра, который добавляется в обычную косметику, когда вот сейчас массово в кремах появляется, там, например, пишется с защитой СПФ, там, 15-20 процентов. Это искусственные фильтры, которые точно так же губительно действуют на кожу. Поэтому, чтобы вот защитить, СПФ-то нам тоже нужен. Мы пользуемся солнцезащитным кремом. У меня, например, СПФ-15, солнцезащитный крем. Здесь СПФ идёт натуральный. Это не искусственный, а натуральный, из органики, поэтому он безопасен. Итак, нанесли солнцезащитный крем, взяли пудру, и тогда уже идём с вами на улицу. Крема. Вот как я показывала уже, какие же летом мы используем крема с вами. Так как у нас лето, жара, то мы, как я её называю, тяжёлую артиллерию мы убираем подальше. Есть для зимы, например, осенний, зимний, весенний период, есть кремы такие тяжеловатые по составу. Да? Но вот у нас, например, в Биосин, я говорю про свою компанию, у нас кремики средней консистенции. Есть, конечно, более такие лёгкие у нас, но вот я пользуюсь по своему возрасту, и мне комфортно и сейчас ими пользоваться. У меня вот такие кремики, они средней консистенции, поэтому легко впитываются, и они такие универсальные. Ну вот как показать, сейчас я вам покажу. У меня на крышечке есть кремик, и он очень даже легко впитывается. Легко, мгновенно впитывается кремик, поэтому он действительно универсальный, его можно использовать как летом, так и зимой, но добавляя солнцезащитный. Да, солнцезащитный, он плотный, вот здесь кремик идёт. А если вы пользуетесь другой косметикой, то тогда я вам рекомендую всё-таки на лето выбирать лёгкие текстуры, потому что сама кожа у вас не будет её воспринимать, и не нужно её перегружать. Она будет как бы сама естественным образом отталкивать тяжёлые кремы, потому что жарко, и для неё это будет тяжело на самом деле. Поэтому лёгкие кремики, можете такие как вот, как лосьончики, бывают такие крем-лосьон, для лета. Вот это у нас дневной и ночной крем. Причём от многих девушек я слышу, что если жарко, они не хотят ночным кремом пользоваться. Даже если жарко, мы всё равно с вами пользуемся ночным кремом, потому что дневной у нас мы выбираем увлажняющий, а ночной обязательно он питательный. Наносите его чуть-чуть меньше, чем обычно вы наносите на лицо. Как мы наносим крем? Не нужно его, знаете, по всему лицу, вот некоторые берут, например, и растягивают. Не нужно так наносить. Берёте пальчики, нанесли точечно себе крем на лицо, берёте подушечки своих пальчиков, чистые, и таким вот образом вы распределяете по массажным линиям, не растирая ни в коем случае, и распределяете свой кремик на зону на шею и на зону декольте своего. Всё. Вот так вы нанесли крем. Вы не повреждаете, во-первых, мышцы на лице, да, вы их не растягиваете и не подвергаете кожу к быстрому образованию морщин, потому что, когда мы растягиваем кожу, берут ладонями и вот так вот растягивают. Конечно же, она у нас растягивается. Когда кожа молодая, вы этого не чувствуете. А когда кожа возрастная, и её вот, её уже невозможно просто так взять. Особенно вот такое бывает у женщин после 50, понимаете, вот когда прикасаешься к ней, когда я макияж, например, делаю возрастной, и там вообще аккуратненько нужно к ней, причём, понимаете, даже кожицу возвращать на место. Есть такое выражение у визажистов, вернуть возрастную кожу на место, потому что она уже, ну, не такая эластичная, как вот у молодых эта кожа. Поэтому не растягиваем свою кожу, а аккуратненько подушечками пальцев разносим крем. Да, когда вы будете это делать первый раз, это будет непривычно, но со временем вы привыкнете, и пальчики сами будут проситься играть на вашем лице, да, и на вашей коже. Поэтому наносим правильно, чтобы не было преждевременных морщин. Следующее, летний макияж. Какой же должен быть у нас летом макияж? Конечно же, лёгкий. Опять же, убираем тяжёлую артиллерию. Минимум косметики, абсолютно минимум. Если тени наносите на веки, то это должно быть вот такие лёгкие, не тяжёлый макияж. Если обычный макияж у нас не летний, что он у нас требует? Это база под макияж, затем маскирующие средства, и затем тональный. Крем мы наносим, потом пудру, потом румяна, потом бронзаты, и так далее, и так далее. То летом мы это всё исключаем до минимума. Если уж вы совсем не можете пользоваться без тонального крема, то, пожалуйста, пользуйтесь тональным, но лёгкой консистенцией по типу флюида. То есть, вот он такой облегчённый. Обычный тональный крем у нас, он тяжёлой консистенцией. Берите BB крем, берите. Причём у нас, например, в компании есть BB крем, на который можно наносить потом вот эту пудру вуаль. Уберите, пожалуйста, тяжёлые кремы, потому что, когда вы делаете тяжёлый макияж и выходите на улицу, на солнце, кожа реагирует. И когда солнце попадает на этот макияж, представляете, вот это всё, вот это всё месио, оно идёт в наши поры. Она забивается, поры забиваются и получается не то, что вы вот хотели. Поэтому прежде всего летом это чистая кожа, минимум косметики, румяна. Не румяньтесь много, не пользуйтесь бронзатами, ну не делайте вот макияж по типу Кимка Кардашьян, да, вот эти вот, ну это для зимы уместно. Летом вот минимум. Вспомните девочек, подростков, как они красятся. Ну, я имею в виду не такие уж прям, как на тропу войны, как я называю, такой боевой макияж раскрас. А лёгкие, когда они вот слегка эти тени наносят. Один слой туши. Не нужно три слоя туши наносить на лицо. Летом чем и прекрасно, что мы выглядим более естественно, чем зимой. Да и жарко, чтобы носить вот такое всё тяжёлое. Конечно же, лету это тяжело лицу. И хочется, бывает такое состояние, когда хочется действительно взять и просто это одним движением руки всё снять, и чтобы кожа дышала, и было ей легко и хорошо. Потом, что же ещё у нас в летнем уходе по за кожей лица? Это, конечно же, не забываем питьевой режим. Летом мы пьём много воды. Вообще, я вот любитель воды, поэтому я всегда в своих, во всех и прямых эфирах, и видео, я всегда говорю, питьевой режим, девчата, не нарушаем питьевой режим. Для взрослого человека это 2 литра, около 3 литров чистой питьевой воды. Если кто-то в чате сейчас, вот девчата, есть кто любит зелёный чай? Я, например, люблю зелёный чай, я чёрный не пью. Вот если кто есть, маякните, посмотрим, есть любители зелёного чая. Зелёный чай. Уменьшаем количество зелёного чая, потому что зелёный чай выводит кальций из нашего организма. Летом не пейте много зелёного чая, меньше кофе, сладкие напитки. Почему 2 литра чистой воды я выпиваю? Это не считая кофе, не считая чая зелёного, да сока. Это вот просто переходите на воду. Я всегда, например, в своей сумочке ношу бутылочку питьевой воды. Без неё вообще никуда. Поэтому вода, больше ягод, сейчас сезон у нас, больше ягод, фруктов, овощей. Так мы получаем витамины. Ну и никто не исключал витаминные добавки. И я рекомендую омегу. Омега это вообще моя любимая, мой любимый бат, который я пью. Просто вот пью. Сейчас вот я его с собой не приготовила. Подождите, я сейчас покажу. Я пью. Всё, я вернулась. Вот она, моя любимая омега. Без неё я вообще не представляю, потому что, если у нас косметика, это увлажнение снаружи, то омега это увлажнение изнутри. Я пью эти капсулки, я их называю золотые капсулки, для кожи, потому что кожа благодаря омега-3 это обычный рыбий жир. Но какой полезный. Эластичность кожи, увлажнение изнутри. Поэтому вот плюсом к воде омегу обязательно. И ещё, когда девчата без всякого смеха, если пьёте БАДы, то обязательно увеличьте питьевой режим воду. А воды нужно пить много, когда пьёте БАДы. Потому что это необходимо, чтобы они хорошо в организме всасывались. Ну и не было никакого дискомфорта. Ну такое свойство у БАДов. Нужно пить много воды. И следующий уже заключительный такой этап. Не ешьте много жирного, сладкого летом. Ну вот это просто такие личные рекомендации. Больше уделяйте молочным продуктам, кисломолочным продуктам, рыбу употребляйте летом. И последний этап, который я хочу сказать. Это мои любимки. Я вообще фанат масок. А они у меня никогда не кончаются. Я их люблю. Потому что вот я действительно вижу эффекты. Поэтому круглый год я пользуюсь различными масками. Ещё тканевые маски очень люблю. Это у нас альгинатные масочки. Но это водоросли. Это вообще песня. Песня всех косметологов. Они их обожают. И когда приходите к косметологу, она всегда вам предложит после очищения альгинатную масочку. Потому что это, во-первых, клеточное обновление нашей кожи. Это увлажнение нашей кожи. Это вот разглаживает морщинки. Вот всё, 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 что можно сделать прекрасно из кожи, это альгинатные маски. Пользуйтесь на здоровье альгинатными масками. Подтягивают они, тонизируют. У нас ещё есть даже отшелушивают, лифтинговый эффект. Я говорю, вот это всё, всё богачество это вообще в одной масочке. Поэтому масочки летом мы про них тоже не забываем. Но не делайте их часто. Не каждый день, конечно. Два раза в неделю вполне предостаточно сделать масочку. Побаловать свою кожу, побаловать себя. Такой релакс получить после, когда маска на лице. Но когда вы её снимаете, вы понимаете, что у вас кожа действительно обновляется. Вот всё я вам рассказала, поделилась всеми секретами своими по летнему уходу за кожей лица. И напоследок, летний уход это у нас ежедневное очищение и максимальное увлажнение. Поэтому вот этот мой любимый спрей, он у меня всегда с собой. Я его беру и брызгаю, увлажняя свою кожу. Причём, девчата, не бойтесь, косметика не поплывёт, ничего с ней не будет. Ни тушь, у меня вот сейчас тушь не водостойкая, ничего не будет. Потому что вот эта вот чудесная буалька, она ещё и укрепляет макияж. Понимаете, когда летом мы даже какой-то лёгкий макияж делаем, есть свойство оплывать макияжу макияжу. Вот у визажистов есть такое выражение, оплывает макияж летом. Так вот, чтобы его не было, не пользуйтесь химией. Я знаю, что есть химические спреи, которые фиксируют макияж. Но они не увлажняют кожу. Они просто покрывают вот этой плёнкой, да, чтобы макияж никуда не оплывал и держался. А здесь-то двойной плюс, двойной эффект. Это, во-первых, увлажнение, увлажнение, увлажнение. А во-вторых, он держит, фиксирует макияж. Вот это вообще сказка. Мне она так нравится. Я им постоянно пользуюсь и пользуюсь. Вот и утром, после умывания, перед нанесением крема, и в течение дня, и вот сейчас. Супер! Поэтому рекомендую вот этот увлажняющий спрей. Я его очень люблю. И всегда, и до этого пользовалась, всегда искала различные гидролаты, потому что для лета нашей кожи это очень даже надо. Всё! Заканчиваю свой эфир. И чата, спасибо, что были. Надеюсь, информация вам понравилась, поможет в выборе ухода, летнего ухода. Рада была встрече с вами. Поэтому заканчиваю. Пишите, если есть какие-то вопросы, пишите мне в директ, какие темы хотели бы вы, чтобы я осветила по уходу. То есть, всё, что касается ухода за лицом, пожалуйста, пишите. Могу составить программу, индивидуальную программу. Я составляю индивидуальные программы комплексные по уходу за лицом согласно ваших потребностей. То есть, всё в индивидуальном порядке. Показываю, рассказываю, но с нашей косметикой. То есть, я бьюти-эксперт по нашей косметике компании Биоси. Так что, если есть такая потребность, пишите. Буду рада провести ещё эфир. Если есть какие-то вопросы, поэтому не стесняйтесь, задавайте, я вот помогу, с удовольствием вам помогу. Всё заканчиваю. Всем пока-пока. Рада была вас видеть, Сир. До встречи в эфире. Будьте красивыми, правильно ухаживайте летом за своей кожей. И до новых встреч. Пока, девчата. Рада Продолжение следует...